Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 69-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». И в этом уроке у нас будет очередной супер-мега-полезный и супер-классный виджет. Виджет анимации объектов, анимации чего-либо. У нас уже был с вами урок, но этот виджет немного отличается от того виджета про анимацию, которую мы с вами проходили в первой части курса. Дело в том, что мы можем на любой объект, будь это какой-то элемент Adobe Muse или картинка, мы можем наложить до трех эффектов анимации, чтобы они шли последовательно. Вот, например, вот этот прямоугольник у меня трясся, потом вот так двигался, потом немного увеличился. Вы это видели. Или анимация, например. Вот сейчас нижняя часть отваливается, и она больше не показывается. По большому счету анимация проиграла, и этот прямоугольник должен оказаться наверху. Так и можно сделать. Но можно сделать так, чтобы он отвалился и не появлялся. И самое здесь классное, то что здесь у нас есть эффекты при наведении. То есть в прошлых уроках мы с вами проходили эти виджеты, они были раздельны. То есть виджеты, которые только проигрывают, и виджеты, которые воздействуют только на мышь, они были раздельны. А здесь у нас все в одном. Поэтому я считаю, что этот виджет достоин внимания. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Виджет называется Animate All. То есть анимирует все. Перетаскиваем его на холст. И сразу берем какой-нибудь прямоугольник, чтобы посмотреть, какие есть у нас виды анимации. Сейчас сделаю ему заливочку. Здесь у нас вся анимация задействуется так. Нам не нужно ничего писать в ссылках. Здесь все также основано на стиле графики. Давайте зайдем в настройки виджета. Вы видите, что их тут, в принципе, не так уж и много. И что мы делаем? Смотрите, элемент класс. Вы вот это значение копируете. И для этого объекта, если вы хотите его заанимировать, вы его выделяете. Идем в стиле графики. То есть здесь уже все то же самое. И давайте быстренько создадим стиль графики. Просто у меня стиль такой уже есть, поэтому я здесь выбираю аниме 3 и окей. Все, стиль графики назначили. И не забываем вот здесь тогда тоже поменять вместо единицы троечку. Все, именно этот виджет воздействовать будет именно на этот объект. Если у вас будет много объектов, вам придется каждый раз дублировать виджет, менять здесь ID и этот ID прописывать к каждому новому объекту. Итак, теперь по настройкам. Значит, смотрите. Вот эти две опции пока мы не трогаем. Вот эта опция. Это у нас миллисекунды. Это у нас не задержка самой анимации. Это время до того, когда появится анимация. То есть через сколько миллисекунд появится анимация. То есть сработать анимации на вашем объекте. И вот что тут удобно. Здесь не надо где-то идти копировать где-то с сайта название анимации, если вы не помните. Здесь в списке представлено очень много вариантов анимаций. Ну, опять же. Вот я многие просто уже наизусть знаю, как они будут действовать, выглядеть. То есть здесь просто надо знать элементарно хотя бы английский язык. То есть зум это увеличит. То есть вы уже здесь смотрите. Если вам тяжело здесь, вам придется, конечно, здесь поиграться. Повыбирать различную анимацию. Вот, например, тогда анимацию возьмем. Через тысяча миллисекунд это быстро достаточно. Анимация сработает. Давайте посмотрим. В браузере. И вот у нас сейчас анимация сработала. Обновляю страницу. То есть через тысячи миллисекунд это практически сразу. Теперь вот по этим настройкам. Вот enable анимация. Это если, например, временно нужно отключить анимацию. Мы снимаем галочку. И анимация не должна отработать. Вот видите, я обновил страницу. Анимация не работает. Здесь все понятно. Мы эту галочку оставляем. Следующая галочка. Мне не совсем понятно. Смысл таков, что здесь скрыть элемент. То есть скрыть анимацию. Вот здесь в скобках onHover. Это при наведении мыши на объект. То есть вот тут внизу мы еще с вами дойдем. Здесь будет выбор. Вот видите, onHover. Это значит, если мы этот пункт выберем, объект будет срабатывать только при наведении мыши. В общем, этот объект, вот эта галочка, она как-то тут взаимодействует. Я, честно говоря, никакой разницы не увидел и с включенным, и с отключенным чекбоксом. Не совсем понятна вот эта мне опция. В остальном здесь все прозрачно. Дальше смотрите. Если вы хотите повесить 2 или 3 максимум эффекта анимации на один объект, то мы здесь действуем дальше. Вы вот здесь в миллисекундах выставляете такое значение. Если здесь 1000, обязательно здесь должно быть больше значения. То есть анимация должна быть последовательной. То есть пока вот эта 1000 пройдет, проиграет анимация. Потом должна проиграть вторая анимация. Значит здесь мы можем поставить, например, 1100. И ниже выбрать также из списка вторую анимацию, как она должна выглядеть. Я беру вот такую. Дальше. Третью анимацию я хочу повесить. То есть здесь я уже ставлю для третьей анимации промежуток интервал времени 1200. И выбираю анимацию. Видите, все достаточно просто. И пока оставим как есть. Пройдем в браузер. И смотрим. Раз анимация. Два анимация. И три анимации. Все очень круто. Дальше. Очень классный момент. Вот эта опция. Смотрите. У нас по умолчанию стоит вот так, да? Если мы выберем On Hover, значит анимация сработает только при наведении мыши. Посмотрите, какой просто у нас мега виджет. Смотрим. Никакой анимации нет. Навожу мышь. И пошла анимация. Причем все три эффекта. Вот так вот все у нас здорово. Еще раз смотрим. И анимация пошла. Здесь понятно. Дальше. Ну, Infinity. Понятно. Это зацикленная анимация. Если выбираем, все три анимации будут играть до бесконечности. Дальше смотрим. Давайте выбираем. Вот это четвертый вариант. Чтобы лучше вам понять, я лучше вам на примере покажу, что это такое. Перейдем в браузер. Анимации и объекта нет. То есть объект появится только тогда, когда он будет в поле зрения. Вот вы это видели сейчас. И это будет только один раз. То есть смотрите. Это нужно на объекты вешать тогда, когда они не в первом экране находятся на вашем лендинге. Чем примечательно? Их нету. Вот мы страницу обновляем и объектов нету. Понимаете? Получается, если у вас внизу все заанимировано, они не появятся сразу. Это значит, что страница подгрузится очень быстро. И только когда человек прокрутит к этому моменту, анимация вот так вот сработает. Один раз сработает. То есть вот если я сейчас уберу браузер, опять подниму, объект висит на месте, анимации нет. Наверное, самый распространенный вариант. Это если мы выбираем вот этот вариант. Вот смотрите, следующий вариант. Давайте выберем и посмотрим, как он работает. Также объекта нет. Чуть-чуть прокрутил страницу, объект появился. И каждый раз будет срабатывать анимация, как только я прокручу страницу вниз. Вот сейчас анимация остановится. Посмотрим, смотрите, вот я кручу страницу вниз. И анимация опять срабатывает. То есть каждый раз анимация будет срабатывать. И последний вариант. Infinity, зацикленный. То есть, что это значит? Объекта нет. Прокрутил немножко страницу вниз, объект появился, сработал. И теперь он не остановится никогда. Смотрим. Вы видите, анимация идет друг за другом. Вот сейчас будет третья анимация. И опять сейчас первая пойдет. Вот опять первая. То есть, смысл какой? Смотрите, объекта нет, когда сайт загрузился. Его нет. Чуть-чуть прокрутил. И пошла анимация. Это также подойдет, если объекты не в первом экране. И это если нужно, чтобы они потом играли постоянно. Также вот она работает. И последнее, что я хочу сказать об этом виджете. Смотрите. Я повесил вот такую вот анимацию. Объект как бы висит, потом отваливается. И он появляется здесь на месте. Может быть так случится, что нам нужно, чтобы объект отвалился. И как бы его больше нет. Не обязательно это на эту анимацию делать. Это можно сделать на любую анимацию. Как сделать так, чтобы анимация сработала. И потом объект просто исчез. Во-первых, я вам покажу, что это за анимация. То есть я у второй и у третьей анимации поставил нон. Нон это отключение анимации. То есть это на самом верху списка этот пункт. У второй и третьей анимации я отключил. А у первой анимации это в самом конце практически. Здесь вам вот не видно. Третий снизу пункт будет. Название анимации. Вот, вы видите, название анимации. Если вы захотите его использовать. Что мы делаем дальше? Чтобы анимация сработала и исчез объект. Мы вот здесь, внизу, ставим галочку. Это как раз для этого. Ставим галочку. И давайте проверим. Анимация сработала. И вы видите? Ничего нет. Объект отвалился, как и должен быть. И не появился. Вот и все. В принципе, об этом виджете. Я считаю, это очень-очень крутой виджет. Советую вам использовать на своих сайтах. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке. О-о-о-о-о-о-кейс. Субтитры сделал DimaTorzok